Всем привет! Мы ждали, черт возьми, как же долго мы ждали и этот день настал. 3 декабря состоялась премьера финальных эпизодов испанского сериала «Бумажный дом». После весьма спорной первой половины пятого сезона, надеяться на достойный финал было сложновато. Но на удивление им это удалось. Каким-то чудом шоураннеры смогли выдать не идеальные, но безусловно добротные заключительные серии, о которых я и хочу поговорить сегодня. Вашему вниманию предоставляется разбор второй половины пятого сезона «Бумажного дома». Лайк и подписка максимально помогут продвижению данного контента. А сейчас присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Стоит начать с того, что разделение пятого сезона на две части оказалось правильным решением. По сути, задача первой половины это подвести зрителя к точке невозврата, показать буйство красок на экране, дать фанатам зрелище, напоследок и порадовать фансервисом. К сожалению, попытка накормить поклонников экшеном не увенчалась большим успехом. Уж больно неоднозначной по темпу и логике получилась первая часть. Примерно такого от второй половины многие и ждали. Но внезапно последние пять серий сходу сменили темп повествования, а также сменили акценты, на которых базируется сюжет. Да, происходящее на экране по-прежнему туповато, как и все последние сезоны. Но можно с уверенностью сказать, что на этот раз сценаристы выжали максимум. С первых минут в сериал наконец-то вернулось напряжение, которое исчезло после второго сезона. Не успели герои оплакать кончину Токио, как на сходу бросают водоворот событий. Происходящее на экране снова начало напоминать шахматную партию, в которой нет взрывов и тупых перестрелок. Но зато есть постоянное ощущение интриги, напряженности и заигрывания со зрителями. Сумбур первой половины пятого сезона сменился на бодрое и динамичное повествование. Локации меняются с бешеной скоростью, а флэшбеки занимают куда меньшее количество экранного времени. Сценаристы могли выдать тону бессмысленных воспоминаний с Токио или Найроби, но в кои-то веки они не стали злоупотреблять такими ходами. Вместо этого флэшбеки дополняют основной сюжет, приоткрывая финальную часть плана, раскрывая нужный в данный момент персонажей и, конечно же, снимая завесу тайны с некоторых событий. К примеру, за что Берлин отсидел свой срок, почему Тасьяна и Рафаэль не упоминались в первых сезонах и даже как именно погиб отец профессора. В частности, держать динамику и напряжение удалось благодаря сюжетной линии профессора. Просидев всю первую половину сезона на скамейке запасных, Серхио наконец-то вернули в привычное русло, дав возможность набегаться и напыхтеться везде, где только можно. Сюжетная линия профессора и Алисии стала настоящим откровением и подарком для всех зрителей. Во-первых, именно их арка наиболее плотно приблизилась по духу к первым сезонам. А во-вторых, экранная химия между Серхио и Алисией просто великолепна. Актерская игра Альвара Морта и Найви Нимри в их совместных сценах выше всяких похвал. А когда такая сильная женщина, как Алисия, говорит о наболевшем, сердце кровью обливается. Финальные серии в принципе имеют большую концентрацию на персонажах, чего на самом-то деле очень не хватало в первой половине пятого сезона. Сценаристы стараются не обделить вниманием каждого ведущего героя, подводя их сюжетной арке к логическому завершению и показывая, кто есть кто на самом деле. Опять-таки хочу выделить профессора, внутренние демоны которого повалили наружу с бешеной скоростью. Зрителям показывает его психологическое состояние и последствия такой огромной ответственности. В какой-то момент таки вовсе поднимается вопрос, таколь ли пушистый Серхио на самом деле. И неужели только благородные цели он преследует? Вот уж действительно сложно было даже подумать, что финал бумажного дома затронет психологическую драму персонажей. Многие рассчитывали, что последняя серия скатится в беспросветную тьму, в тяжелую драму, цель которой будет пробить на слезу поклонников любыми способами. На удивление, этого не произошло. Вместо ухода в полнейший мрак, бумажный дом подарил нам самые настоящие эмоциональные карусели. Во время просмотра последних серий мы переживаем весь спектр эмоций. Мы смеемся, плачем, смеемся сквозь слезы, ностальгируем, переживаем и искренне радуемся. Цель каждого художественного произведения вызвать у зрителя эмоции. И кто бы мог подумать, что напоследок сценаристы бумажного дома смогут дать нам их сполна. В частности, никогда бы не подумал, что в сериал уйдет весьма неплохую самоиронию. Вторая половина пятого сезона иронизирует над своими же сюжетными ходами. Прямым текстом говоря, насколько бессмысленной кажется погоня за Алисией, насколько сильно план Берлина и Палермо держится на условностях, насколько нереалистично крутой является женщина, которая родила пару часов назад и многое другое. Да, забавный степ нелепости некоторых частей сюжета не делает их менее нелепыми. Но такой ход, безусловно, сглаживает углы и дает понять, что шоураннеры сами все это прекрасно понимают без помощи всяких блогеров из ютуба. Ко всему прочему, хочу отметить парочку по-настоящему внезапных сюжетных поворотов, которые действительно взрывали мозг. Да, первые серии второй половины грешили уж слишком очевидными клиффхенгерами. Побег Алисии был предсказуем. Дальнейшее примирение инспектора и профессора тоже. Слишком жирные намеки на предстоящую измену Татьяны с Рафаэлем также сделали этот поворот очень предсказуемым. В какой-то момент начало складываться четкое ощущение того, что все дальнейшие сюжетные действия можно будет предугадать, но не тут-то было. Зрители резко выбили из зоны комфорта с первокражи золота Татьяны и Рафаэлем. А затем нас ждала успешно выполненная диверсия элитного подразделения, которое позволило схватить грабителей и самого профессора. Все эти сюжетные повороты грамотно подвели нас к последней серии. Финальный эпизод мог пойти по пути наименьшего сопротивления, скатив итоговый конфликт до вооруженного противостояния обеих сторон, но нет. Нас вернули к истокам, и по сути последняя серия это апогей всего того, за что бумажный дом в свое время и полюбили. Это интеллектуальная борьба, в которой до конца неизвестно, кто же выйдет победителем. Интрига и напряжение не спадают во время просмотра вплоть до развязки. Действие перебрасывает из одного места в другое. Несмотря на всю абсурдность плана, он все равно продолжает работать. Умело водя зрителей за нос, подкидывая все больше и больше возможных вариантов развития событий. Сюжетные арки всех персонажей подходят к логическому завершению, и к концу эпизода зритель судорожно предполагает, кто же может погибнуть. Все ожидали кровавую бойню, в которой погибнут все герои. Но они все выжили, тем самым обведя зрителей вокруг пальца, отлично сыграв на ожиданиях. В конце эпизода профессор загнал в угол полковника Томаи, и у него не осталось выбора. Он сфальсифицировал гибель грабителей, выдал им новые паспорта, и все они с улыбками на лицах отправились в новую жизнь. Возможно, нарочито-горько-сладкий финал это не то, что ожидали фанаты. Но признайтесь, вы тоже выдохнули, осознав, что все главные герои выжили и по сути получили хэппи-энд. Подобная игра на ожиданиях и своеобразный разрыв шаблона действительно круто сработал, благодаря чему от финала и от всего сериала в целом остались приятные впечатления. Да, вторая половина грешит некоторыми минусами, но они не портят впечатление во многом, потому что это как раз таки финал всего сериала. Но все же некоторые минусы бросаются в глаза. К примеру, смерть Токио, по сути главной героини, в итоге ни к чему особо не привела. Ее трагическая кончина нужна сюжету исключительно для создания вау-эффекта, чтобы зрители понимали, что никто не застрахован. Также, на мой взгляд, авторы слегка переборщили с юмором, который, признаться честно, был не везде уместен. Да, разрядить напряженную обстановку какой-нибудь шуточкой можно, но только когда это позволяет обстановка. В общем-то, не могу не добавить, что и сам план к концу сериала скатился в какой-то фарс, который строится на череде невероятных совпадений и веры. Из того же профессора в итоге сделали скорее человека с даром предвидения, нежели преступного гения. Но все эти придирки теряются на фоне огромного количества привезенных выше плюсов. Так что с чистой душой говорю, что финал бумажного дома вышел прекрасным, достойным и правильным. История этого сериала обязательно продолжится через некоторое время, так как уж больно открытой была концовка. Ко всему прочему, уже анонсирован спин-офф про Берлина. Так что уже сейчас известно, что франшиза будет жить дальше, пусть и в слегка измененном виде. А мне в свою очередь хочется сказать спасибо создателям бумажного дома, которые сделали по-настоящему шедевральный проект своей мечты. Сериал заносило в разные стороны, но ребята нашли силы достойно завершить эту историю. Спасибо за все, бумажный дом. Что ж, и на сегодня, пожалуй, все, друзья. Надеюсь, вы поставили лайк, а также подписались на канал, если здесь впервые. Обязательно пишите в комментариях, как вам концовка бумажного дома. Буду рад пообщаться на эту тему. Вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Всем счастливо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok